Будем мерить сейчас. Поднимай. Здравствуйте, меня зовут Сережа. Я Сурен. Что вы будете делать? Что же здесь происходит? Здесь будет происходить невероятная гонка. Борьба. Китайцы против немцев. Я шел за водой и так получилось, что я здесь. Ну, а меня заставили. Сказали, ты будешь и все. Сурен, вы профессионально участвуете в гонках, это правда? Да, занимаюсь. Спорили, типа, ну, кто кого. Либо BMW 3, либо Чангань Юниви. Тут как бы решили посмотреть, кто прав, кто не прав. Поднебесный автомобиль у нас характеристики смотрим. Крутящий момент. Может быть, кому-то это будет даже интересно. Максимальная мощность 130... Ничего не понял. 181 сила. Да? 181 лошадиная сила. Вот. Я нашел эту информацию. Это у Юниви. Получается, сейчас мы садим кандидата в мастера спорта по автоспорту. Заведомо мощнее, более мощную машину в данном соревновании и меня. Так, Сережку. Сначала мы будем заниматься прибором, правильно? Да, это драги. Это прибор, позволяет измерять 0,100, 402 метра. Ну, считаю, самый лучший прибор сейчас, который вообще есть. Чангань Юниви. 1,5. 180 лошадей, BMW 3. Двухлитровый турбодизель. Сейчас будем замерять сначала разгон 0,100. Замерим сначала Чангана. Лучшее время. И замерим у BMW. Лучшее время. Пару раз замерим 0,100. Сначала с лаунч контроля. Лаунч контроль, это позволяет нам стоять на старте, раздуть турбину. И стартовать с максимального буста, который нам позволяет автомобиль. Первый заезд вроде бы неплохой, но мы были не в спорт режиме. То есть это у нас стояла обычно комфортная езда. То есть сейчас сделаем второй заезд уже и посмотрим. Одна штука. Продолжение следует. Двухлитровый дизель, 150 лошадиных сил. 21-го года, машина BMW 3. Сумя один. А он с удовольствием еще? Сумя один. Сейчас происходил замер этих двух пуль. Китайского автопрома и немецкого. Да, вопрос. Китайцы делают вещи. Создают ли они конкуренцию, хотя бы в скорости BMW? В конкретной модели, да. Ну, скорее всего, да. Создают конкуренцию, причем неплохую, и китайцы более агрессивнее едут, как бы, чем немец. Но опять же, обе автомобили, оба автомобиля турбированные, турбомоторы стоят. И очень много сейчас, на данный момент, буксует. Что, ЮниВип буксует? Что, Юни... Ой, короче. Слушай, она в фишке, и... Ну, она едет именно по ощущениям агрессивнее, чем BMW. ЮниВип? Да. Она... Старт у нее охеренный. У нее старт, и она потом как-то агрессивная BMW, она просто плавно, как тепловоз, встала и пошла. У нее одинаковый разгон, нет ни пинков, ни затычков, никаких, ничего. Если, мне кажется, ЮниВип прошить, она поедет еще намного веселее. Ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автомобили под драги. Под драги, да. У BMW лучше 8,7. У Чангань ЮниВип лучший результат, что у нас получилось, 8,0 ровно. Это от нуля до 100. Это уже во время заезда. Да, уже был заезд двух автомобилей. В одиночку он не смог показать. Восемь и шесть. Восемь и шесть. Прямо уверенно. Что, мощные автомобили? Ну, по ощущениям моим, два совершенно разные. Если ЮниВип, это более такая агрессивная, дерзкая, не хочется говорить девочка. Это и так, и не надо. Если ЮниВип, это у нас агрессия, скорость, какая-то задел на спорт, то BMW при тех же самых временных результатах, BMW показывает себя более мягким, плавным, без рывков, без толчков, что не дает тебе ощущения вот этой скорости. Дает комфорт, да, скорость не очень. Ну, проигрывай по шумоизоляции только если, которую можно сделать у нас. Слушай, ланч работает, да, все отлично, все хорошо. И на BMW тоже ланч работает. Просто единственное, у нас асфальт очень пыльный. И когда с ланча стартуем, соответственно, очень много букса. И результат только хуже. И приходилось стартовать без ланча, чтобы хоть какой-то результат показать. Все равно китайцы зашли очень красиво и такой достойный результат. У него и дизайн, вот посмотри, ну реально дизайн, вот согласись, ничем не хуже. Да, да. У меня ощущения дают такие агрессивные. Как-то вот... Прокопился, прокопился для сравнения. Ну, вот давай, вот тебе сейчас на выбор две коробки получают. Ну, и в это, черт, я дизайн. Слушай, ну, я бы выбрал бы сейчас, да, то, что это будет 24-й год. За такие деньги, как бы, ну, за 3 миллиона можно купить новую машину. В принципе, я бы, может, выбрал бы и китайцы. Ну, я бы выбрал бы, давай так, китайцы. Чем на данный момент BMW. Так как Сергей сказал, сейчас BMW очень много ущемляет. То, что, ну, ушли с рынка и много чего ограничили доступ. И я бы лучше выбрал бы китайца с гарантией на 7 лет и ездил бы и кайфовал.